Слово «реанимация» в переводе с латинского языка дословно означает «повторно дающий жизнь». Стоит ли говорить, что помогает здесь самым тяжелым пациентам, зачастую тем, кто самостоятельно не может даже глотнуть воздуха. Главная ситуация, мы перевели его на спонтанное питание, и видите, спонтанный вдох появляется у ребенка. Только в одной из пяти отделений анестезиологии и реанимации Краевого центра охраны материнства и детства ежегодно попадает до 500 детей. 10-15 случаев, к сожалению, заканчиваются летальным исходом. На грани жизни и смерти оказываются малыши и подростки с врожденными пороками развития, язвенными заболеваниями и онкологией. Иногда в реанимации оказываются те, кто получил сочетанную травму, то есть повреждения сразу нескольких частей тела. На настоящий момент они есть, мы с вами про них знаем, наслышим. Это и падение со второго этажа сегодня у нас находится под наблюдением в РКЦ. Это ребенок, который выпрыгнул с батута, он находится тоже под нашим наблюдением в РКЦ. За свои 30 лет работ Алексей Егорович спас тысячи жизней и, как никто другой, знает цену каждому самостоятельному человеческому вдоху и живому взгляду. Но даже суровая медицинская реальность не повод уходить в себя, а наоборот, относиться ко всему, кроме смерти, с юмором и любовью. На, ты ничего, давай, давай, давай. На, послушай, на, послушай. Пойди, 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 подыши. Работа врача-реаниматолога требует наличия железного характера и умения сиюминутно принимать решения. Ведь среди пациентов есть и неизлечимые. Поэтому из молодых ординаторов в этом отделении работать остаются немногие. Под крылом наставников, таких как Алексей Завьялов, молодые врачи приобретают не только профессиональные навыки, но и учатся действовать, даже тогда, когда самый худший финал известен. Тут больше не жалость, тут именно ты думаешь, что ты поможешь ему больше. Тут никого не жалеешь, тут именно помогаешь. Правда, и дома, и вся думаешь, правильно ты поступил, неправильно поступил. Человеку эмоционально неподготовленному находиться здесь крайне тяжело. А вот врачи и медсестры днем и ночью борются за каждый вздох маленького пациента. Анара Шигирова, Андрей Печоркин, День с толком.